Только в поклонении Ему мы можем дождаться реальное присутствие Его, реальное касание Его прикосновения, которое и нужно каждому из нас. Каждому из нас нужно преображаться в Его образ. Я вспомнил эту молитву апостола Павла, где он ревностно молится за каждого, доколе не изобразится в нас Христос. Христос должен отобразиться в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем характере и в нашем поведении. И дальше люди, которые не видят Христа, они, видя на нас, они скажут, вау, не ты ли Христос? Ты скажешь, нет, но я знаю, я познакомлю. Поэтому учеников в Антиохии начали называть Христами. Это уже там перевели христианами. Их называли Христами, потому что они были подобны тому Христу, который хотел по земле. И люди в них начали видеть. И Петр шли, люди не книжные, не начитанные, но видели в них Христа. И они говорили, люди говорили, они были со Христом. И отпечаток Христа отпечатался в них. Знаете, я после того, как недавно умер Билли Грэм, как умер? Так плохо говорить, умер. Нужно говорить, ушел к отцу. В 99 лет он перешел. А то для многих смерть это очень страшное такое. Завершение, все, завершение. Нет, он говорил, если услышите, что Билли Грэм умер, не верьте. Я живее всех живых. Я просто к отцу ушел. Вау. И у меня это вообще, это событие, оно не отпускает уже несколько недель. Знаете, потому что, потому что в 99 лет человек, он веру сохранил и течение совершил. И, как это тяжело ни было, как это тело уже не слушалось, он все равно не остановился, пока отец его не забрал. И когда я читаю слова апостола Павла, 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Павел знал время. Билли Грэм знал время. Такие люди знают время. Он говорит, время моего отшествия, путешествия, отшествия с этого мира и путешествия дальше, оно уже настало. И он говорит, подвигом добрым я подвязался. Я течение совершил и веру сохранил. Знаете, когда я думаю о таких божьих генералах, которые течение совершили, то есть они прошли. Что такое течение? Это река. Она где-то начинает течь, истоки, родник, и она втекает в море. Это завершение реки. И плывя уже на корабле по морю, ты не говоришь, какая классная река, а где же здесь течение? А течения здесь нету. Течение там, где река течет. Поэтому Павел говорит, я тек, и я это течение совершил. Я шел, я это течение совершил. И на протяжении этого течения, знаете что, дорогие? Я веру сохранил. И это очень важный момент. Очень важный момент для каждого из нас. Потому что Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И мы должны учиться. Учиться верить. И учиться идти так же. Как бы тяжело, как бы трудно нам не было. Но когда мы течение совершим, восьмой стих. А теперь готовится мне венец правды. Вот те, которые течение совершили, они получают награду. Не те, кто зашли, ноги помочили и вышли. А те, которые дошли до конца, им венец правды уготован. Им награда приготовлена. Мы говорили несколько служений назад, как Бог воспитывает нас. Евреям, 12 глава, 1 стих. Там написано, поэтому давайте сбросим с себя все. Всякий рюкзак тяжелый. Все, что нам мешает, да? Давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать. Не о течении, не о движении, не сказано здесь. То, что мешает тебе двигаться вперед, ты должен его сбросить. Там говорится, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Есть дистанция для каждого из нас. И Павел был на этой дистанции. Потому что, а дальше я прочитаю, то, что Павел себя сравнивает с тем, кто бежит. 1 Коринфянам 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на аресталище, что такое аресталище? Это арена. Раньше это была арена, современным языком стадион. Что бегущие на аресталище бегут все. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Павел тот, который добежал до конца, он говорит, время моего забега подошло к концу. И я готов уже получить венец награды. И он сравнивает этот бег с каждым из нас. Он говорит, бегите все. Скажи все. А значит и я тоже. Да. Это обращение ко всем. Он говорит, так бегите же все, чтобы получить. Да, не все добегут. У каждого свой выбор. У каждого забег может просто, знаете, вот какой-то спринт, да, там 100 метровка. Все в школе бегали 100 метров? А 10 километров бегали в школе? Не бегали, только 2. Меня в институте технологическом заставили на первом курсе 10 бежать. Я вам скажу, тяжело. Ты просто всю пару бежишь. Ты себя чувствуешь лошадью, потому что не на физкультурном факультете, а на техническом я учился. И когда норматив, после школьных нормативов, тут вдруг 10, это было жестко. Это было тяжело. Не все-то бежали. Некоторых откачивали в траве. Некоторые ушли потом с других пар, потому что сказали, такой пары у нас еще не было. Мы не выдержим дальше. Вот сюда ничего не лезет, потому что все, сил нет. Знаете, у некоторых просто вот привычка бегать 100 метров. У кого-то просто эта 100 метровка, знаете, до креста. То есть до спасения. Господи, как бы вот я начудил в этом мире столько, что как бы его успеть добежать, упасть, покаяться, так, чтобы Бог успел меня спасти, потому что если я не успею произнести эти волшебные слова спасения, я в ад попаду. А потом вдруг раз, примирился с Богом, ну и пошел гулять в своей жизни. То есть и такие есть. То есть получил спасение и живет в своем удовольствии. И такие люди есть. И они спасутся, потому что они приняли Иисуса Господа, своим Господом. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть я не переживаю за них, потому что они верят в Иисуса как Спасителя, но они просто не бегут дистанцию, они не получат венец награды, как раньше победитель на этих соревнованиях на аресталище получал награду, лавровый венец, все ему хлопали, там на колеснице он ехал, все, приветствуют им победителя. То есть все эти почести, они были, и я верю, в Царствие Божие они есть. Иначе Павел бы про них не писал. Говорит бы, трудитесь, бегите, Бог в помощь, а дальше как получится. Но Павел сам бежал и говорил, я не зря бегу. И он говорит, все подвижники, то есть все участники, воздерживаются от всего. Скажи всего. Вот тот, кто бежит, он в это время котлету ест с макаронами. Он даже когда не бежит, не ест котлету. Он воздерживается от всего того, что ему будет мешать бежать, даже задолго до того забега. Ты понимаешь, насколько важна цель, насколько важен принцип. Если я хочу победить, я должен воздержаться от всего того, что мешает мне бежать. И здесь я говорю за категорию людей, которые бегут. За категорию людей, которые бегут. Не те, которые пришли к кресту, исповедовали Иисуса Господом, Иисус взял все грехи, болезни, исцелил. Знаете, тещу Петра, Иисус тоже исцелил. Но не просто исцелил ради исцеления. Написано, она встала и начала служить. Поэтому я верю, что спасение, исцеление, чудотворение, все чудеса, это не просто фокусы. Это для того, чтобы ты мог быть здоров и бежать, чтобы ты мог совершить тот труд, который Бог на тебя возложил, как того, кто пробежит эту дистанцию. Поэтому мы те, кто не бежит спринтом на 10 метров до автобуса, 100 метров до церкви, опаздываешь, и ты пробежал. Ты тот, который включен в марафон длиною жизнь. Этот марафон, он от твоего покаяния и примирения с Богом и спасения. Бог облачил тебя в оружие, всеоружие Божье, для того, чтобы ты был победителем. Но смотри, не одевшись в эти всеоружия, не приняв от Него, от Него все необходимое, ты не сможешь победить. Без Него, куда бы ты ни бежал, это все равно ты просто бегаешь. Ты просто бегаешь. Куда, знаете, трудовые резервы. Все бегут, и мы бежим. Это за компанию. Ты не знаешь, куда церковь бежит. Просто что-то делаешь. Знаете, когда я летал в самолетах, особенно на длительные расстояния, там на экране показано, куда самолет лечит. Обязательно. Сколько уже пройдено километров, и сколько осталось, какая высота. Знаете, потому что я сел в этот самолет, я хочу долететь до той точки, куда я лечу. Но если мне на этом экране не покажут конечный пункт, а будут рассказывать, высота 10 тысяч метров, ну классно, хорошо. Температура за бортом минус 50. Ну жутко, конечно, лучше не выходить. Но это не важно. Важно, куда ты летишь. Потому что именно куда ты летишь, это определяет твою жизнь. И вот когда ты станешь в конечной точке, это будет определение, ты долетел. Некоторые не долетают. Некоторые не доплывают. Павел говорил об этом, нет времени искать, так Бог дает откровение, что он пишет, что многие потерпели кораблекрушение в вере. То есть корабль плыл, плыл, ты верил, верил, а потом вдруг разуверился. Кораблекрушение. То есть ты нагрузил свой корабль больше, чем нужно. И не тем, что нужно. Потому что когда Павел, в такой ситуации в Деяниях написано, что они плыли, и корабль был подвержен ветру, и они начали тонуть, он говорит, никто из нас не погибнет, и давайте что сделаем, выбросим лишний груз. И это было откровение от Бога. И его послушал Куромчий, они начали выбрасывать все то, что бежало им плыть. Поэтому не важно, бежишь ты, плывешь ты, летишь ты, важно иметь направление от Бога. И вот это направление, это дает Бог. Это дает Бог. Но мы должны понимать, кто бежит в физическом мире, они получают физические венцы, награду, кубки, премии и так далее. Но мы-то духовные. Поэтому Павел и пишет, что все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. То есть есть награда. Ее можно получить. Ее нужно получить. Аминь. И что есть некоторые вещи, которые нам мешают. Знаете, если бы мы выросли с вами все в Израиле, мы бы были подвержены ихним обрядам, ихним законам, постановлениям и так далее. Но так как практически 99,9% всех здесь живущих это язычники, то нет для нас тех постановлений, 650 или сколько их, но есть определенные были требования, которые два раза апостолы говорили в деяниях, когда они благовествовали язычникам. И деяние 15 глава, 29 стих. Одно из этих мест я скажу. А ну с 28-го. Высвечи, пожалуйста. Да. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме всего необходимого. Понимаете, что такое бремя? Это обязательство. И дальше он перечисляет. Воздерживаться. Все бегущие воздерживаются от всего. Помните, Павел говорит? И вот здесь этот же Павел говорит воздерживаться от идоложертвенного, то есть то, что посвящено идолам. Жертва для идолов. То есть не иметь ничего общего с этим. Крови, удавлены, удавленины, то есть те животные, которых удавили, да? Задушили. Правильно? И в них кровь осталась. И блуда. И не делать другим того, чего себе не хотите. Дальше можно расширить. То есть то, что ты не хочешь, чтобы тебе сделали, не делай никому другого. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здравы, будьте здоровы. Соблюдая эти пункты, мы не возлагаем на вас очень много, но есть то, что возложено на вас, и это будет вам как в здравии. Здоровы, будьте здоровы, потому что вы будете это соблюдать. И дальше фессалоникийцам он пишет. Первый фессалоникийцам 4, 3, 5. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Даже язычники, которые всю жизнь жили развратной жизнью, поклонялись камням, солнцу, дереву. Вообще семейных ценностей не было. То есть любили все, что движется. То есть настолько разврат был, что даже их Бог спасая освящал. Представляете? Независимо от того, сколько грехов они совершили, не зная Бога, придя к Богу, Бог их освящал. И принимал наравне с теми, которые всю жизнь с младенчества читали закон, учили, соблюдали, все делали. И Бог их ставит наравне. Петр, конечно, был против. Но Богу пришлось его выступление ввести. То есть выступление – это стоять вне тела. То есть просто вот в транс ввел, показывают ему полотно животное, и говорит, Петр, заколи и ешь. Бог, ты что? Я же святой. Я вообще к нечистому не прикасаюсь. Бог говорит, то, что я очистил, не почитай нечисто. Заколи и ешь. И Петр, он у него, понимаете, в мозгах файлы не сходились. Как так? Я буду есть. И Бог его посылает к язычникам. И он говорит, знаете, он говорит, ты достигнешь язычников. И он идет и достигает язычников. И тогда Бог уравнивает. И даже Духа Святого дает язычникам. И эти апостолы, они в шоке. Как это? Бог и Духа Своего, Святого Духа, дал грешным язычникам, как и нам, святым. То есть, понимаете, это настолько не совмещалось. Настолько не совмещалось, что все апостолы, они поначалу противились. Это нам тут классно. Мы из язычников грешники. Аллилуйя, аминь. Все уже пройдено. Вот. И Павел, он учит и пишет эти послания. Знаете, и давайте мы прочитаем. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. То есть, жизнь сексуальная до свадьбы, это есть блуд. Аминь. Все согласны. Жизнь сексуальная на стороне в браке, в завете, это есть прелюбодеяние. И в Библии очень много мест об этом написано. Павел там писал, что блуд не грешит против собственного тела. То есть, все. Это грех. Всем понятно. И смотрите, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Смотрите, зачем воздерживаться? Ведь мы же не воздерживались, когда жили, как язычники. Да без проблем. Да, Бога не знали, что этот мир сказал, это нормально, то мы считали, ну так да, так нормально. Знаете, молодежь, да, они сейчас как бы в гражданском браке привыкли уже жить. Хотя, если в союзе мы говорили тогда еще при определенных условиях слово гражданский брак, это значит, два гражданина страны соединили свой брак в ЗАГСе. А любое другое отношение, оно вообще не приветствовалось. Представляете, мораль какая? брака вообще незаконно. Незаконно. То сейчас молодежь говорит, гражданский брак это нормально. Это не брак вообще. Гражданский брак это тогда, когда ты идешь в ЗАГС и узаканиваешь тот завет теми обещаниями, завет, который ты заключаешь гражданским актом, подписью. Вот это есть завет, вот это есть брак. Поэтому, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. То есть, любой блуд он оскверняет, тут нет святости. И во-вторых, тут нет чести. Аминь. Не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Все оправдано. Язычники не знают Бога, поэтому для них это позволено. Но как только язычник узнает Бога, тогда для него становится другой закон. Для него становится то, что апостолы повелели воздерживайся от блуда. Знаете, и вот почему я в этом ворюсь. Я думал о Билли Грейме. Он столько раз общался со звездами, с мировыми звездами. За неделю до смерти он проповедовал Мэрилин Монром. Представьте, за неделю до ее смерти, после концерта, у него была встреча, он общался, он проповедовал за неделю. Почитайте, это все есть. Она отказалась от Иисуса. Ее нашли мертвой от передозировки. То есть, эти вещи, настолько он он не боялся оскверниться, пообщаясь с грешником, пообщаясь с мирским человеком. Он общался с президентом, а не важно хорошие, неплохие, не нам судить. Он был послан, чтобы говорить, он был голосом для президентов. Поэтому нынешний президент Америки лично присутствовал на похоронах. И Павел, апостол Павел, был тем, кто шел и говорил. Был тем, кто, знаете, он прикасался с этим миром, но прикасался настолько, что этот мир, он освещался, а не осквернял Павла. Интересный момент, да? Он говорил, что я для всех сделал со всем. Помните, вот этот момент, когда он говорил, что я, будучи свободен от всех, всем поработил себя. Для тех я стал тем, для тех я стал тем, чтобы приобрести хоть некоторых, но я не стал, я не прогнулся под них, потому что я себя подчинил закону Христа. И вот этот момент, кому мы себя подчиняем, тому мы и рабы. И когда произошел интересный случай в Каринфянской церкви, и они как бы так отреагировали нормально, даже хвалились чем-то. Павел, он пишет целую главу, пятая глава посвящена этому случаю. И он пишет, шестой стих, вам нечем хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто? избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым пресным тестом. Каковым вы должны быть? Ведь Христос, наш пасхальный огненок, уже принесен в жертву. Поэтому давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины. Мы часто читаем на Пасху это место, но это сказано было тогда, когда в церкви когда в церкви получается сын начал спать со своей мачухой, то есть приемная мать, да? И Павел, он просто сказал, что дальше пишет, смотрите, я просил вас в моем предыдущем письме не общаться с развратниками, но при этом я не имел в виду вообще всех развратников этого мира. Понимаете? Интересный момент. Павел говорит, не общаться со всеми развратниками с этого мира или коростолюбивцев, или мошенников, или идолопоклонников. Если бы речь шла о них, то вам вообще надо было покинуть этот мир. То есть ты, будучи грешником, приходишь к Иисусу Христу, просишь прощения, Он тебя омывает своей кровью, Он тебя исцеляет, Он тебя очищает, Он тебя освящает, и как только ты делаешь шаг в новую жизнь, тот вдруг Бог тебя раз и забирает. То есть ты вообще не имеешь тогда возможности со всеми общаться. То есть и Павел об этом говорит, вот чтобы ты вдруг не общался ни с кем, а был таким святым, то вас бы лучше вообще забрать с этого мира. Понимаете суть? Покинуть этот мир. Но Бог почему-то нас оставляет. Наверное мучаться. Наверное испытывать нас. А вот насколько ты выдержишь? А вот насколько ты святой? А сейчас я посмотрю какие искренние слова, насколько искренние слова ты там говорил. То есть вот эти вещи Бог не испытывает, он уже знает. И он не забирает нас. Смотрите, Павел об этом говорит. Он говорит, но при этом я не имел в виду вообще всех развратников. Да? Одиннадцатый стих он говорит, я пишу о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником. или коростолюбцем, то есть любит корость. Любая корость это зло. Или идолопоклонникам, то есть ты поклоняешься чему-то больше, чем Богу. Всем понятно? Это все в одну строчку. Смотрите, развратник, блудник, коростолюбец, тот, который ради корости общаюсь как-то с одним братом, был в одной церкви, потом перестал ходить, и я его встретил в городе, пообщался с ним, и он такой, а сколько у вас сестер в церкви? Я вот не понял вопрос. Я говорю, подожди, стоп, 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 я не понял, я тут тебя про Бога, я все, я не понял вопрос, говорю, стоп, к чему вопрос, я тебе про Бога, про присутствие, исцеление, чудеса, при чем тут сестры, на что это влияет? Ну как, на что? Я не женатый, я хочу себе найти жену. Вот, я говорю, нет, а значит, не это, не по пути, потому что мы не ищем, ну, у нас, у нас нет корости, у нас Бог, мы ищем Бога, и когда Бог приходит, Он дает каждому особо, как ему угодно, им не надо, как бы, и он так и не пришел, и слава Богу, потому что нам не по пути, потому что мы те, которые бежим дистанцию. вот, это была корость, и дало поклонство, это когда ты поклоняешься кому-то или чему-то, кроме Бога, есть приоритеты в жизни, есть там, для кого-то семья, это все, 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 он больше ничего не слышит, у него нету времени, 24 часа в сутки, семья, 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 и все, для кого-то работа, 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 все, работа, деньги, дело, дело, деньги, дело, деньги, то есть, вот эти все вещи постоянные, знаешь, и все, это идол, это идолопоклонство, это все в одной строке, или же клеветник, то есть, тот, который клевещет, или пьяница, тот, который выпивает, да, или мошенник, то есть, все эти вещи, они являются закваской. И Павел говорил, что я пишу о том, чтобы вы не общались с теми, кто несет эту закваску. То есть, еретика он там дальше говорит, после вразумления первого-второго раза просто отвращайся, ты ничего не изменишь. Если человек убежден в том, что нормально воровать, ну как бы ты скажешь, что это ненормально, но это не станет для него как бы вот таким сразу раз эталоном. Точно нельзя воровать. Да я привык воровать. Я привык клеветать. Я привык еще что-то делать. То есть, это для него есть стиль его жизни. И говоря ему, ты можешь донести Евангелие. Но, если он не хочет его услышать, есть опасность, что он заквасит все тесто. И эта закваска уже опасна. И Павел говорит, да, особенно если братом. То есть, понимаете уровень, когда мы идем в этот мир и общаемся со всеми развратниками, пьяницами, наркоманами, корыстолюбцами, кто любит работу больше, чем Бога. То есть, все это нормально. Мы общаемся. Но если в собрании вашем, если в теле, если на корабле вашем, в движении вашем, есть тот, который приходит и навязывает, это нормально воровать. Да ты не, если не будешь воровать, ты не выживешь. Знаете, однажды я поставлял один товар на базар микроавтобусом ездил. Давно, лет 20 назад. Да, ровно 20 лет назад. Вот. И я привожу все нормально, честно. А потом узнаю. А продавцы, они там накручивают. И при этом поголовно. Все подкручивают весы. И так странно спрашиваю, подождите, а что вы делаете? Вот есть товар, вот есть зазор, есть моржа. Есть же на что жить. Да ты что? Это же больше будет. То есть, и начинают рассказывать, что все так делают. Пока тут не накрутишь весы, ты не заработаешь. Ну и много ты заработаешь на то, что 2 грамма подкрутил. То есть, да, ты на лекарства себе работаешь. Потому что ложью ты открываешь дверь для духа этого мира. Для демонов этого мира, которые вторгаются на основании. Павел говорил, не давайте место дьяволу. То есть, место для дьявола нельзя давать. Обманом, ложью, коростью, идолопоклонством, блудом. Всем этим дается место дьяволу. И тогда человек заработает там 5 гривен, а пойдет лекарство за 90 купит. Ой, классно. Зато он не понимает этого. Он не понимает, что он больше потратит на те последствия, которые эта пробоина в этом корабле принесла. Смотрите, маленькая пробоина топит весь Титаник. Еще один пример. Когда инженер сказал, мой корабль не потопит даже Бог. Да, инженер Титаника такое заявил. Да, все, погорячился. Поэтому, видите, и что Павел дальше пишет? Он говорит, с таким человеком даже не ешьте вместе. Судить тех, кто вне церкви, не мое дело. Вы судите тех, кто в церкви. То есть, судить этот мир, право судить этот мир. Ой, вы грешники, что же вы так себя ведете там? Когда же вы изменитесь? То есть, мы вообще не имеем права. Они живут в этом мире. Это нормально. Это для них нормально. Это их норма жизни. И улучшать или судить мы не имеем права. Есть Бог для этого, да, который придет судить этот мир. Написано, верующий на суд не приходит. То есть, на этот суд, который этот мир осужден, мы не приходим. Мы перешли уже из смерти в жизнь. Аминь? Мы уже перешли. Но если есть внутри нас что-то, что мешает, что открывает пробоину на корабль, и корабль может потонуть, вот тогда нужно вскрывать, нужно судить. И право на это Бог дал через апостола Павла. Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог. Как написано, удалите злого из твоей среды. То есть, и здесь мы говорим о том, что ситуации в нашей жизни, они бывают настолько критичны, что если ты чувствуешь, что твой корабль веры начинает тонуть, крениться, да, где-то есть пробоина. То есть, нужно удалить, нужно убрать все, потому что именно в этом и заключается наше движение. Мы не можем двигаться ненаполненными Богом и Его жизнью, и Его святостью. Мы не можем сделать шаг без Него. Иисус говорит, без Меня не можете ничего. Как ты собираешься двигаться в Боге, исполнять Его поручения, если в твоей жизни пробоина. Поэтому Библия говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших, чтобы исслиться. То есть, нам нужны взаимоотношения друг с другом. Не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы помочь. И если человек говорит, я хочу, знаете, был случай такой, когда человек пришел в церковь и курил. Просто по пачке, по две пачки, приходил на собрание и от него дымом несло. Было дело, да, стал. И тут, как бы, не в этом помещении, еще в старом, ну, слышно. Как бы, да, и все такие, раз в сторону, понимаешь, Что ж ты, что ж ты пришел на святое место тут воскурением своим? Со своим кадилом в чужой монастырь? Знаете, некоторые подходили, говорят, ну как, запрети ему. Говорю, я не могу запретить. Человек пришел в церковь из этого мира. И то, что он с собой принес, ну, это груз, это багаж. Не каждый сразу от него избавляется. То есть, да, он не скрывает то, что ему мешает. Вот. И когда проходит какой-то период времени, человек попадает на энкаунтер, переживает Бога, подходит момент тому, чтобы освободиться от того, что ему мешает. Он мне в глаза говорит, ты знаешь, я не хочу сейчас об этом молиться. То есть, мне это нравится. Я вот выкурю вот эти полторы пачки, которые я с собой привез. Что? И я брошу. Я говорю, ну, ты сам себя обманываешь. Это просто ты уговариваешь себя. Либо ты хочешь освободиться, и мы идем дальше, либо ты не хочешь, но ты не будешь в церковь вносить то, что это нормально, приходить и дымом вонять всем. То есть, мы дошли до определенной черты, когда человек исповедал Иисуса Господом, он спасен, я в нем уверен. А вопрос, плывем ли мы вместе на одном корабле, вот здесь мы уже должны договориться. Я говорю, что на нашем корабле не курят, на нашем корабле не бьют, на нашем корабле не блудят, на нашем корабле не обманывают, на нашем корабле там идолам не служат, то есть, колдовцом не занимаются, поэтому кто там картами раскладывал, сжечь, спалить, сюда не приносить. То есть, все эти вещи, которые этот мир, не знающие Бога, делал, мы сюда не тянем. Но если у кого-то шлейф тянется, мы готовы послужить, мы готовы встать на колени и ноги омыть, чтобы человек освободился. Но если ты уже освобожденный, начиная, назвался братом или сестрой, тогда тебе другие требования. Знаете, когда в Европе интересное, ты едешь на машине с кем-то, и ты можешь либо пристегнуться, либо не пристегнуться. Вот если ты не пристегнулся, как у нас, то полицай, который тебя остановил водителя, он подходит к тебе и тебя штрафует. Потому что это твоя вина, это твой поезд безопасности, и ты за себя должен дать отчет. Раньше водителя штрафовали у нас, а в Европе по-другому. То есть каждый несет ответственность за себя. И все пристегаются. И сзади. Вы знали, что ремни даже сзади есть, да? Для некоторых откровения, да? Так вот, все, смотрите, абсолютно все в машине, то есть на количество пассажиров в машине, есть свой ремень. Если ремня нет, значит все, количество превышает. Восемь человек в легковой машине не проедет. Выйдите лишнее, нам может не по пути. То есть, понимаете, насколько интересный принцип. Когда мы с вами садимся в один транспорт, действуют одни законы для всех. Это не для пастыря, чтобы он нормально проповедь отчитал. Среди недели не согрешил, а то вдруг заикаться будет. Это для всех надо. Если мы соединены вместе, мы движемся вместе, потому что тот, кто следит за законом передвижения, он увидит, кто-то не пристегнут и остановит всю машину. И водитель дальше не поедет. Останавливается машина с водителем, с пастырем, с пассажирами. Все выходят. Абсолютно. Ты понимаешь, насколько это важно? Поэтому мы говорим тело. Тело. Страдает один член, страдает все тело. Поэтому мы говорим единство в мыслях, в желаниях, в действиях, потому что мы хотим идти вместе. И мы хотим, как тело, как полнота тела, получить награду. Потому что именно невеста Христа готовится для того, чтобы быть невестой. И это было видно, это было заметно, как огонь на вершине горы. Кто это? Помните прошлая тема, как камень драгоценный, очищенный, огранен рукой Бога. Сдалека его видно. Драгоценный камень, сдалека видно. Подделка нет. И это мы с вами. Ценность Божия, драгоценные камни. Это мы с вами. Тело Христа. Аминь. И Павел дальше говорит. Я продолжу Коринфянам 9 глава. И потому я, это 26 стих, и потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое. Не соседа, не Тимофея. Тело говорит, мое. Я смиряю. Я порабощаю. Потому что я бегу. Не для того, чтобы неверное, то есть тленное получить, а не тленное. Он говорит, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным, то есть без награды. Он хочет получить награду. И вот в другом переводе я нашел интересный стих, это 26-й, у вас его нет? Это ВБТС перевод. Он говорит, вот и я бегу, как тот, у которого есть цель. То, что вы просто пробежались, это пробежка без цели. Это физкультура. Должна быть цель. Смотрите, любое действие, оно должно иметь цель, иначе ты остановишься. Если ты просто вот ради себя начинаешь бежать, если ты не поставил цель километр, два или три, или скажем, десять минут бега, я так делаю. Все, я делаю какое-то время, я бегу, зашел на арбитреке, я бегу, у меня перед табло цель. Все, десять минут, я бегу. Если я не задам себе цель, я бегу, знаете, сколько? Пока я не устану. Это может быть три минуты, может быть пять минут. А потом я устал, а потом я вспомнил, мне срочно надо что-то сделать. А потом срочно куда-то позвонить и срочно кофе выпить. То есть, я сразу останавливаюсь. Смотрите, Павел, он четко определил, я бегу, как тот, у которого есть цель. И я дерусь, как тот, кто всерьез делется, не просто по воздуху кулаками машет. То есть, мы с вами, как воины Христа, в сражении, и мы не имеем права просто по воздуху махать кулаками. Должна быть победа после любого действия, потому что победа, она как награда за ту цель, которую ты достиг. И Павел, чтобы достичь цель, говорит, я всем себя порабочил. И это относится не только к лидеру, это относится ко всем. Потому что, если ты на корабле, но вдруг все молятся, а ты сидишь и там себе думаешь о чем-то, ты не пристегнулся, ты не подтянул тебя, ты не подстегнул себя под цель общую. Если все постятся, все молятся, все воюют, а ты остался дома, в окно смотришь, ну знаешь что, как Давид, увидишь Версавию. То есть эти все вещи, они настолько идентичны, и только цель я бегу. Поэтому я оставил все, я воздержался от всего, и во время бега у меня нет времени. И во время бега я не заинтересован в том, чтобы сделать что-то другое. Сама цель, она тебя направляет. И за достижение этой цели есть награда, которую ты обязан получить. Бог вознаграждает. Он дает силу, Он вознаграждает. Аминь. Давайте встань. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, 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 мы дети Твои, мы омыты кровью Иисуса Христа, Иисуса Христа. Ты не забрал нас из этого мира, когда мы пришли к Тебе и познакомились с Тобой и осветились истиной Твоей. Ты оставил каждого из нас. Ты дал поручение Своё. Ты дал силу Святого Духа пройти предстоящее нам дистанцию. Но мы просим Тебя, помоги нам. Мы без Тебя, Иисус, не можем ничего. Нам нужен Ты, чтобы силою Твоей побеждать, чтобы силою Твоей освободиться от всего, то, что мешает нам преодолеть предстоящее нам движение, пройти это движение. Господь, мы просим Тебя, пусть сила Твоего помазания, она зайдёт на каждого из нас, чтобы мы были способны в силе Духа Святого Побеждать этот мир, как Ты победил Иисус. Ты сказал мужайтесь, мужайтесь, я победил этот мир, мужайтесь. Пусть сила Иисуса, пусть сила воскрешего Христа, она обойдёт каждого из нас, чтобы освободиться от всякого запитающего греха, от всего того, что удерживало пройти эту дистанцию, прожить эту жизнь, исполнить вою-твою твою на этой земле. Все, все, что записано на небе для каждого, да исполнено будет на этой земле. Мы не выбираем для себя жизнь, судьбу, отец, ты, отец, уже уготован, приготовил, ты, отец, уже предоставил, да будет явлено, да будет принято, чтобы каждый из нас мог сказать, я течение совершил, я веру сохранил, и готовится мне венец, приготовлена награда для тех, кто не отступит, кто идет до конца, кто восстерживается от всего, приготовлена награда, Бог, я прошу, пусть твои цели войдут в нас, о, пусть твоя мечта войдет в нас, пусть твоя цель наполнит нас, дышать до конца, дышать до конца, дышать до конца, дышать до конца, Бог, благослови нас, быть теми, кто не сойдет с этой дистанции, Отец, благослови нас, быть теми, кто не сойдет с этих дистанций, кто будет всегда смотреть на цель твою, кто будет держать свой взор на твоей цели, кто будет стремиться двигаться, что бы это для нас не значило, чего бы это не стоило, благослови Господь, не останавливаться, не останавливаться никогда, не поворачивать назад, не уходить в заблуждение, не сгибаться, не сгибаться перед этим миром, Бог, не уходить с твоих дистанций, не сдвигаться, не на шаг, просто не сдвигаться с того вектора, который ты назначил, с тех целей, которые ты дал, Бог, благослови нас во имя Иисуса Христа, даруй нам, даруй Господь, идти ровно, идти до конца, бежать, 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 двигаться за тобой, двигаться только твоими путями и методами, не уклоняться, не срезать углы, Бог, благослови нас, благослови нас, благослови нас, Бог, благослови нас, Господь, здесь стоят те, кто готовы, кто согласились, Господь, я прошу убить твоих детей, которые прямо сейчас посвящают себя на то, чтобы идти до конца, бежать до конца и в конце получить награду, не просто пробежать пробежку, но получить награду, Бог, получить твою награду, которая уготована, Бог, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Обнови, обнови, обнови силе своей, обнови славе своей, обнови, те, кто остановился, обнови, те, кто засомневался, обнови, прикоснись, Дух Святой, прикоснись, мой Господь, прикоснись, прикоснись, обнови. О, Аллилуйя! Поехали в плене в силе. Я молюсь о втором дыхании. Я молюсь о том, чтобы открылось второе дыхание. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл тебе второе дыхание. Если ты устал, если ты остановился, если ты остановился в том забеге, какой Бог тебе предназначил. Я прошу, Божья сила да сойдет на тебя! Божья сила обновит тебя прямо сейчас! Второе дыхание! Второе дыхание! Второе дыхание! Второе дыхание! Ты можешь! Ты пройдешь! Ты найдешь до конца! Ты сделаешь все необходимое для исполнения боли Божьей на этой земле! Второе дыхание! Второе дыхание! Второе дыхание! Второе дыхание! Я говорю, Господь, я хочу быть тем, кому ты вручишь эту награду! Я не хочу просто стоять на трибуне и аплодировать победителям! Я хочу быть твоим победителем! Я хочу получить твой венец! Господь моим Иисуса Христа! Господь, ты знаешь мое сердце! Ты знаешь мое сердце, Бог! Господь, я прошу Тебя! Я прошу Тебя об этом! Лорду Хавар, лови щи! Если в твоем сердце есть эта молитва, скажи, Господь, вот я! Вот я, Бог! Увидь меня! Услышь меня! Я твой до конца! В этом забеге я твой! Я с Тобой бегу, Господь! Я бегу с Тобой, Бог! Куда ты? Туда я! Влеки меня! Влеки меня! Мы побежим за Тобою! Влеки, Господь! Влеки! 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 Время! Время! Поехали! Продолжение следует...